У команд Премьеры Лиги нашего возраста отдельные турниры идут. Записать спокойное интервью со старшим тренером команды Академии Крылья Советов оказалось не так-то просто. У самарских молодых футболистов эмоции бьют через край. Они только что выиграли долгожданную путевку в финал всероссийского первенства среди 17-летних игроков. В последнем седьмом матче турнира по Волжье они уверенно победили со счетом 4-1 Ижевский «Зенит». А еще по разнице забитых и пропущенных мячей обошли команду «Нижний Новгород». Очень напряженные игры. Все практически напряженные. Ребята выдавливали из себя практически все силы и жилы. То есть настолько это было красочно. И на первое место все-таки выходит мастерство, техническое мастерство. Победитель первенства по Волжье футбольный клуб «Оренбург» в турнире проиграл один раз. Два последних матча в итоге решили судьбу золотых медалей. Сначала в упорной борьбе со счетом 1-0 сдался Ижевский «Зенит». Затем Нижний Новгород подарил победу чемпионам 3-1. Ребята настроились, горели желанием, чтобы это первый раз, когда Оренбургская команда еще до этого ни разу не выходила в финал России. И до конца добить и занять первое место золотые медали. Результат должен быть. Мы стремимся, работаем над этим. Статистика статистикой, но турнир показал. Пандемия внесла свои коррективы в игру. Накал страстей на футбольном поле зашкаливал. Делится впечатлениями арбитры первенства. Практически год не было соревнований. Естественно, может быть, это отразилось на качестве игры команд футболистов. Но желание перехлестывало. Ребята, видно, соскучились по футболу. Поэтому было очень много предупреждений, удалений. И судьи, в принципе, достаточно нормальная отработка. Первенство по Волжье в Самаре шло 10 дней. Каждая из 12 команд сыграла по 7 матчей. Сначала участников поделили на две группы. Команды, занявшие первые и вторые места, вышли в финал соревнований. В итоге золотые и серебряные команды, а это Оренбург и Академия Крыльев Советов, получили путевки на первенство страны. Хороший результат для нашей Академии. На этом турнире никто не проиграл. Этот турнир, и такие турниры делаются для того, чтобы ребята развивались, прибавляли, росли как футболисты. У нас выпускной класс 2004, да. Следующий этап это Ю-19. Крыльев Советов 2. То есть мы сегодня выстроили эту пирамиду в клубе для того, чтобы ребята видели, куда им дальше развиваться и куда стремиться. Первенство России пройдет в мае. В каком городе и какие команды составят конкуренцию Академии Крыльев Советов, кроме Оренбурга, пока неизвестно. Ясно одно, они так же, как и самарцы, будут представлять профессиональные клубы низших футбольных лиг России. Для футбольных школ клубов премьер-лиги пройдет свой турнир. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.